МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти не ограничиваются панельными дискуссиями. Конференция включает в себя выставку, где представлены интеллектуальные транспортные разработки со всей страны. Сегодня это говорится и в рамках программы цифровой экономики, в рамках «Умного города», в рамках БКД. Мы говорим о том, что важно собирать информацию с земли, с инфраструктуры, с наземного транспорта, чтобы эта информация была обеспечена в системной передаче связной инфраструктуры, имелась единая интеграционная платформа, чтобы все эти данные могли друг с другом общаться, что называется, через функциональные комплексы. Бум в массовой цифровизации дорожной отрасли начался еще 10 лет назад с появлением умных светофоров и первых систем мониторинга транспорта. Различные интеллектуальные транспортные системы с новой волной функционируют и сейчас во всех регионах страны, правда, с разной степенью. Выровнять те или иные показатели намерен национальный проект к безопасной и качественной дороге. Так, в конце в реализации не менее 50% всех региональных дорог должны соответствовать канонам нормативов. Главная задача как раз обратить внимание на те субъекты, которые ниже среднего уровня и поднять их до значительно лучшего состояния дорог. А еще большая задача поставлена для крупных городских агломераций. Таких сегодня выделено 104. Это города с численностью более 200 тысяч человек. Доля дорог в агломерациях, согласно все тому же нормативу, должна составлять к концу проекта не менее 85%. Ульяновская область одна из первых подключилась к работе над безопасными и качественными дорогами. Последние годы за счет активного внедрения цифровых технологий на дорогах смертной снизилось на 9%, число аварий на 12%. Сейчас мы занимаемся, прорабатываем вопрос для решения задачи о внедрении весогабаритного контроля на территории региона. К нами проведена уже большая работа. У нас подготовлено 16 таких сложных участков автомобильных дорог, где мы выявили нарушения по весогабаритам, по перегрузке автомобилей. В этом году главная задача спроектировать модель, а через год внедрить ее на транспортных магистралях. Еще одно направление на ближайшие месяцы – запуск региональной навигационно-информационной системы. Программное обеспечение с использованием ГЛОНАСС, которое позволит объединить в едином окне весь пассажирский транспорт, разработано совместно с Московским проектным институтом «Мостранспроект». Поэтому стоит задача в течение апреля развернуть программное обеспечение, которое уже приобретено как раз таки на площадях научно-производственного объединения «Марс», для того, чтобы мы в апреле-май смогли запустить тестовую эксплуатацию систему и до конца года уже, чтобы каждый автобус, который выходит на маршрут, у нас был под контролем. Новая интеллектуальная система даст подробное представление о соблюдении расписания количества транспорта, представит полную информацию о нарушениях правил дорожного движения, режиме труда и отдыха каждого водителя. Рината Лилова, Юрий Конихин, новость Ульяновской правды.